Добрый вечер, друзья! С вами Губернские хроники. Мы готовим для вас честные материалы о самых резонансных событиях в городе, о работе городских властей и о том, что так или иначе касается каждого жителя Днепра. А вы тем временем не забывайте подписываться на наш канал и на остальные социальные сети. Все ссылки вы сможете найти в описании под видео. Дальше больше. Мы начинаем. 13 выпуск нашей программы в какой-то мере символичен. В кабале цифра 13 означает смерть, а также разрыв с прошлым. И так случилось, что мы по странному стечению обстоятельств посвятили этот выпуск городскому рынку ритуальных услуг, которые во все времена живут по принципу «мертвый человек – это всегда живая копейка». Итак, мы начинаем. Уже неудивительно, что даже сферу ритуальных услуг Днепра во время каденции мэра Бориса Филатова сотрясали скандалы. Самый громкий приключился в конце ноября 2019 года. Мэр незаконно уволил директора КП «Ритуальная служба» Александра Тюменцева и назначил свою ставленницу Ванду Серовскую. Она уже руководила этим коммунальным предприятием с 2011 по 2014 год, причем имела неоднозначную репутацию у коллектива. В 2012-м Ванда Серовская попала под суд. Первая инстанция признала ее виновной в злоупотреблении служебным положением. Но апелляция отправила дело на доработку в областную прокуратуру, где его благополучно сдали в архив. В 2013-2014 годах, когда командовала нашим предприятием Серовская, я столкнулся с такой ситуацией, при которой на предприятии делались незаконные увольнения как заведующих, так и работников. То есть выносились липовые доганы. Серовская предлагала нам написать заявление по собственному желанию. Некоторые с этим не соглашались, в том числе и я. И поэтому нас увольняли по статье. В судах, особенно в суде Кировского района, где мы судились, там мы нашли правду. Нас по суду восстановили на должность. Но, к сожалению, к этому времени, правда, ритуальная служба подала апелляцию, где мы тоже ее выиграли. И по суду восстановились на свою должность. Уволенный Александр Тюменцев сразу заявил о рейдерском захвате КП и обратился в суд. Чтобы он не смог восстановиться на должности директора, филатовская команда через сессию горсовета провела решение о ликвидации КП «Ритуальная служба». А все вопросы, связанные с похоронами Днепрян, в феврале этого года временно делегировало КП «Уреа» – предприятию, которое асфальтирует дороги. Но это вовсе не значит, что покойников решили закатывать в асфальт. Просто временно объединили две несовместимые между собой сферы деятельности. Кстати, КП «Уреа», которому депутаты временно поручили хоронить Днепрян, известно тем, что фигурирует в криминальном производстве о паспортизации улиц Днепра, под прикрытием которой из городского бюджета вывели почти 17 миллионов гривен. При этом чиновники горсовета еще и сотрудничали с компанией «Интербудтранс-1», принадлежащей боевику ДНР Андрею Вичину. 30 августа прошлого года в КП «Уреа» проводили обыски сотрудники СБУ и местной прокуратуры номер один. Но громкое дело до сих пор не передали в суд. О том, что он больше не руководит «Ритуальным КП», Александр Тюменцев узнал по телефону. На тот момент экс-директор был в отпуске, но это городскому совету не помешало уволить его с грубым нарушением трудового законодательства. Меня не хотели пускать на рабочее место. Мне предъявили заявление Серовской о принятии на работу, распоряжение Филатова. Я попытался выяснить, каким образом можно уволить человека, находящегося в отпуске. Неоднократно экс-директор пытался попасть на свое место работы, но здание охраняли муниципалы. А Борис Филатов сразу обвинил Тюменцева в массовых поборах на кладбищах. Якобы с новым руководителем Вандой Серовской. Это должно прекратиться. Мы поменяли директора этого коммунального предприятия. Там все было сделано абсолютно по закону. И я не буду удаляться в юридические подробности, но когда началась разгоняться очередная зрада, и рассказывали о том, что Филатов рейдерским способом захватил коммунальное предприятие. Звучит это смешно, потому что коммунальные предприятия подчиняются непосредственно городскому голове, и он имеет право, кого хотеть туда назначать своим распоряжением и кого хотеть увольнять. То, что, по словам Филатова, было сделано по закону, судьи таковым не сочли. Суд вынес решение о том, что заявление по собственному желанию является поддельным, и восстановил меня в должности негайно. В Горсовете с ответом не медлили. 19 февраля на сессии ликвидировали ритуальное предприятие вообще. Все сделали для того, чтобы решение суда о восстановлении в должности не имело смысла. Но на камеру выдвинули другую версию. Для того, чтобы захоронением не занималось предприятие, которым по решению суда должен руководить Александр Тюменцев, руководить кладбищами временно доверили КП Уреа. И помимо ремонта дорог, те взяли на себя обязанности по захоронению покойников. У предприятия в процессе ликвидации есть повноважение выполнять свои функции. Повноважение с удержанием кладбища и обеспечением процесса похоронения передано не специализированному комунальному предприятию, которое, по сути, ремонтует дороги. Если мы говорим с вами про сторону законодательства, то тут также есть большие вопросы. А уже на сессии 25 марта депутаты создали новое КП. И вместо старой ритуальной службы организовали городскую ритуальную службу. Причем адрес остался тот же. Но через месяц чиновники передумали и отменили решение о создании нового предприятия, просто переименовав КП «Днепр Автомост» в КП «Городская ритуальная служба». Такие перемены связаны с тем, что каждый шаг чиновников и депутатов судьи признавали незаконным. Вступило решение суда о том, что Тюменцев Александр незаконно уволен с занимаемой им должности. Решение суда вынесено первой инстанцией о том, что незаконно передана процедура ликвидации. Каждый шаг горсовета я вынуждена обжаловать. Судебные споры длятся до сих пор тем временем законному по решению суда руководителю ритуального КП Александру Тюменцеву даже не отдали трудовую книжку. Филатовская команда не просто так начала прибирать к рукам кладбища Днепра. Цель была одна – заработать как можно больше денег. Старое руководство начали увольнять и назначать своих ставленников. В конце апреля 2020-го скандал разгорелся на кладбище поселка Чапли. На нем похоронили, наверное, самого известного днепровского водителя Валерия Тимонина, который скончался после продолжительного онкологического заболевания. В 2016 году он пытался заблокировать автомобиль Александра Пугачева, убившего двух полицейских на автовокзале Днепра. Арсен Аваков вручил Валерию Тимонину наградное оружие, а Борис Филатов – памятную медаль за заслуги перед городом. Но вот когда дело коснулось его лечения, деньги собирали всем миром. В маршрутках Днепра висели объявления о том, что нужно помочь отважному водителю. К сожалению, лечение не помогло. Сердце Валерия Тимонина остановилось 27 апреля 2020-го. Несмотря на заслуги мужа, вдове потребовалось заплатить 3,5 тысячи гривен только за могилу на Чаплинском кладбище, что очень возмутило местных жителей, которые считают своего земляка настоящим героем. Деньги взяли с вдовы Валерия Тимонина, которая не только лишилась кормильца, но еще и ухаживает за дочерью с инвалидностью. Возмущена представительница громады Любовь Твартовская. Насколько мне известно, когда хоронят таких уважаемых людей, они хоронятся бесплатно. На нашем кладбище зашла группа, которая собирается здесь, не хорошее слово, но косить деньги на горе людей. Чаплинское кладбище закрытое. На нем находят последний покой в основном представители местной громады, а также те, кто проживал в Приднепровске и небольших соседних поселках. Оказывается, 3,5 тысячи гривен, которые взяли с вдовы Валерия Тимонина, это минимальная цена. Ближе к центральной части улицы Чаплинская, то есть ко входу, получается, к самому кладбищу, то есть цена и 32, и 38, и 45. И вообще сказали, что сотрудники, которые здесь сидят на кладбище, сказали, это у вас еще цены, вы на Сурско-Литовском не знаете, какие там цены, у вас здесь еще по-божьему. Такой цены нету. Филатов в газете «Наше место» опубликовал цены и ценообразование, что за что берется. Земля под могилу выдается бесплатно. Общаться с местными жителями новый руководитель Чаплинского кладбища отказывается. Говорит, что цены на могилы – не их дело. Но ждали мы зря. Не отвечал и телефон директора Чаплинского кладбища. В офис коммунального предприятия городская ритуальная служба нас не пустили. Подчиняется она департаменту благоустройства и инфраструктуры горсовета Днепра. Поэтому направляемся к его директору Алексею Самилыку. «Ничего не выйдет, может не заходить. Потому что я вам сказал не один раз. Скажите, пожалуйста, одно вопрос. Не позорьтеся. По цвинтарям в Чапли. Чего вы позоритеся? Люди скажут, что вы такие цены… Андрей Горелов руководил Чаплинским кладбищем до смены власти в КП «Ритуальная служба». Он говорит, что до прихода похоронной команды Ванды Серовской стоимость третья могилы была адекватной. «Цены, согласно прескуранта, 1440 гривен копка могилы. Ну, если есть дополнительная работа, частные предприниматели делали дополнительное снятие плитки, памятника такое. Вот поэтому мы как-то так обходились с местными жителями». Жители Чапли рассказывают, сами ухаживают за могилами и наводят порядок. Поэтому не понимают, за что должны платить новому кладбищенскому начальству такие деньги. И считают это настоящим произволом. К сожалению, такая история не единственная. В Днепре так и есть. При жизни героев награждают, но после смерти напрочь забывают. Некрасивая ситуация приключилась с Борисом Филатовым во время его агитационной встречи с жителями жилмассива Тополь. После обсуждения коммунальных проблем и щедрой раздачи обещаний все исправить, людей попросили обращаться по личным вопросам только после окончания предвыборного мероприятия. Валентина, мать киборга Игоря Беляева, умершего от последствий боевого ранения, как никто другой ждала этого момента. На встречу она собрала все документы о сыне воине и была уверена, что кто-кто, а Борис Филатов уж точно поможет. Ведь он в 2015-м, вручая ее Игорю награду, сказал, если тебе что-то когда-то понадобится, сынок, приходи, помогу. При жизни не понадобилось. Но мать решила увековечить память сына. Только вот мэрская охрана даже на шаг не подпустила женщину к Борису Филатову. 8 сентября. Тополь-2. Агитационная встреча Бориса Филатова с жителями жилмассива. Помощники городского головы окружили мать киборга Игоря Беляева. Я хотела попросить от города, чтобы поставили памятник себе ребенку. Они не допустили даже ему сказать слово. Прошло три недели, но Валентине Беляевой из горсовета Днепра так никто и не позвонил. 74-летняя женщина со слезами на глазах вспоминает, как бежала за Борисом Филатовым. Борис Альбертович, что же вы делаете? Почему вы не смотрите, не слушаете? Да на одну минуточку остановите. Вы скажите мне, вы поможете поставить памятник за счет бюджета? Или не поможете? Одно-два слова. Он садится в машину и не хочет даже выглядывать. На кладбище в Старых Кадаках на могиле киборга два с половиной года стоял деревянный крест. Эта история растрогала Владимира Нижника, который за годы вооруженного конфликта на востоке Украины сделал больше ста памятников погибшим воинам. В 2014 году и до сих пор все восхищаются киборгами, даже враги поважают их, а мы хороним и забываем за них. Это был шок, что я увидел на них и пообещал маме, что через два тижня будет стоять достойный сын памятник. Памятник высотой два с половиной метра Владимир Нижник сделал за свой счет. Изготовил и новую гробницу бабушки Игоря Беляева, возле могилы которой похоронили украинского воина. Панихиду по киборгу и церемонию освящения памятника провели священники Православной Церкви Украины. Почтить память киборга пришли ветераны АТО и активисты общественной платформы «Мы Днепряне». Он один из таких неведомых, но легендарных бойцов, которые показывали приклад в защите нашей страны, нашего города. Пришедшие на церемонию ветераны лично не знали киборга Игоря Беляева с позывным «Сорванец». Но теперь, говорят, его имя точно не будет забыто. А родители воина получат материальную поддержку от меценатов. Игорь Беляев-старший, к сожалению, не смог присутствовать на открытии памятника сыну. Плохо себя чувствовал. А мать сказала, что в этот день пришло больше людей, чем на похороны. Она плакала, вспоминая тяжелое осколочное ранение сына в Донецком аэропорту, последующее лечение в больнице Мечникова и длительную реабилитацию. Была надежда, что все обойдется, что он будет еще долго жить, оставив позади настоящий ад. Но в 48 лет Игорь Беляев скоропостижно скончался. Участники АТО, меценаты и активисты, которые пришли почтить память днепровского киборга, с трудом сдерживали слезы. И говорили, что такое отношение власти к защитникам Украины хуже вражеской пули. А как вы думаете, почему так недостойно ведет себя власть? Действительно ли они считают героями тех людей, которых награждают? Или делают это исключительно по долгу службы? Напишите ваше мнение в комментариях. А мы продолжаем. 600 могил для потенциальных жертв коронавируса в начале апреля поручил вырыть на кладбищах Днепра Борис Филатов. Новость о днепровском методе борьбы с ковидом быстро разлетелась по Украине и даже всему миру. Обсуждали ее все, кому не лень. По факту 600 могил стали своеобразным актом запугивания днепрян. Мол, не будете подчиняться правилам карантина, могилки для вас уже подготовлены. Не остановившись на этом, градоначальник Днепра закупил тысячу черных плотных мешков. Кстати, теперь их продают родственникам умерших от ковид-19. Могилы тоже предоставляют не бесплатно. А похороны жертв новой болезни сопровождаются большими сложностями для родственников. В начале апреля Борис Филатов поразил всех заявлением о выкопанных могилах для умерших от коронавируса. Эта новость шла девятым пунктом в списке, как местная власть будет бороться с новой инфекцией. Нашей в кавычках находчивости удивлялся весь мир. Да лучше бы маски купили, лучше бы обеспечили аптеки, сейчас нет никаких препаратов, ничего ж нету. Масок нету, но в принципе можно пошить. Но рыть могилы, вы знаете, это такое, это, конечно, ужасно. Ну не копают могилы, например. Ну не копают. Ну правильно, да? Ну нет, это традиция украинского народа. На тот момент по всей Днепропетровской области насчитывалось всего 14 человек с диагнозом ковид. Ну статистика на самом деле не совсем приятная. С учетом распространения этого заболевания по территории всей Европы, по территории мира, и мы смотрим то, как стремительно развивается эта ситуация у нас в Украине, к сожалению, было принято такое страшное решение. На 12 кладбищах мы в общей численности на сегодняшний день вырыли 615 могил. Значит, трактор копает у нас, один трактор копает 16 ям в день, 2,5 метра глубиной, шириной 1 метр. Ну это такие вот у нас анапедемические нормы. Для предотвращения распространения болезни от умерших местная власть побеспокоилась и о специальных мешках. Только с количеством вышла путаница. Борис Филатов пишет о тысяче штук, а у Михаила Лысенко цифра вдвое больше. Мы заказали 2000 мешков, но в этом году мы их заказали большей плотностью, и там совершенно другой замок, который будет препятствовать распространению инфекции. Но массовых смертей не случилось, и слава богу. На 13 октября за все время с начала карантина в Днепре от коронавируса умерло 103 человека. Могут ли родственники умерших от COVID-19 получить одну из этих могил бесплатно? Оказывается, нет. На наш запрос чиновники Горсовета ответили, что в законе Украины о защите населения от инфекционных болезней это не предусмотрено. А дальше мы расскажем реальную историю, как в Днепре хоронят пострадавших от китайской инфекции. Дедушка Ильи Рыбакова умер 30 августа, через неделю после возвращения из лагеря «Золотый Вик». У него была двусторонняя пневмония. По правилам, если у покойного COVID-19, его хоронят по специальной процедуре, обязательно в герметичном пакете. «Цей пакет в ритуальній службі продають за 120 гривень. Я розумію, що, і ми були в тому самому стані, що під час таких подій, коли у вас близька особа загинула чи вмерла, ніхто не буде там сперечатися і так далі. Де-факто ми сплачуємо ці 120 гривень, а потім, коли поховання відбулося, почав розгортати той клубок цієї інформації, мэр вихвалявся, що вони забезпечили всі морги відповідними пакетами». Хотя все родственники Ильи похоронены на других кладбищах, дедушку похоронили на Диївском, поскольку именно там были заготовлены те самые сотні могил. По прайсу, установленому в КП «Городская ритуальна служба», могила, вырытая ескаватором, стоит 750 гривень. Но семья Рыбаковых заплатила сотрудникам кладбища намного більше. «Це коштувало 5 тисяч гривень, без будь-яких квитанцій, чеків і так далі, і так далі. Це все готівкою збирають міські служби, і куди йдуть ці кошти, нікому не зрозуміло, тому що вони не обліковуються». Получається, мэр піарився, що побеспокоївся наперед о пострадавших від ковід-19. Но родственники умерших оплачивають місто на кладбище із собственного кармана. К тому же значительно переплачивають за могилы. В соцсетях гуляють меми под кодовым названием «Боря Могильщик». Масло в огонь подлила демонстрация на дне города скелета Александра Поля. Это была идея фикс Бориса Филатова – найти могилу почетного гражданина Екатеринослава. Ещё в мае в Севастопольском парке стартовала археологическая экспедиция. Раскопки вели на месте разрушенной во время Второй мировой войны церкви «Воскресенье Лазаря». Профинансировали мероприятия, естественно, из городского бюджета. В процессе раскопок потревожили прах 15 человек, среди которых были 4 священника. Как только нашли парное захоронение мужчины и женщины, сразу же пригласили журналистов. Останки, предположительно, супруги Поля Ольги, сиротливо сложили в кулек маечку. Они были без черепа, и даже трудно было определить, что это действительно женщина. Скелет мужчины разложили на столе на всеобщее обозрение. Причём параллельно археологи раскапывали ещё один скелет, так сказать, на всякий случай. Прям какой-то конкурс мертвецов устроили в Днепре. Не находите? И стоило ли выделять средства из бюджета на все эти раскопки, когда в городе и так полным-полно проблем? Пишите в комментариях под видео, что думаете об этом. Кстати, в итоге этот скелет оказался всё-таки не Александра Поля. Антропологи из Киева находку забраковали. Пришлось скрывать все склепы важных персон Екатеринослава. В итоге сходство с портретом Александра Поля устанавливали по черепу. А вот с более точной ДНК-экспертизой не сложилось. Дальние родственники почётного гражданина Екатеринослава проживают в Австралии. Но в Аккурат в День города Борис Филатов уверенно заявил, что эксперты признали в одном из 15 скелетов Александра Поля. Причём останки мэр предложил разделить. Основные перезахоронить в Севастопольском парке в специально созданном пантеоне почётных горожан, а небольшую часть поместить в капсулу и захоронить у подножия памятника Полю на проспекте Яворницкого. Нас мучил вопрос, почему для Бориса Филатова так важно было найти могилу Александра Поля. Неожиданный ответ мы нашли в одном из последних роликов братьев Капрановых. Они назвали Александра Поля и Дмитрия Яворницкого основателями Екатеринославского клана, который в 20 веке трансформировался в Днепропетровскую мафию. Найдя залежи лучшей в Европе железной руды, добившись строительства железной дороги и второго в империи моста через Днепр, Александр Поль дал толчок для развития и процветания Екатеринославской элиты. Из-за штатного городка он вырос в промышленное сердце империи, а у местного землячества появились ресурсы для политического влияния на столицу. Працюючи над романом про Дмитра Яворницкого, историка запорізького казарства, они несподівано наштовхнулися на сюжет, который выходит далеко за межи життя самого науковца и простягает руки в наши времена. Адже тогда произошло зарождение двух сильных мафий Украины, а может даже и Радянский Союз. Представники Катеринославской земли. Добре сцементовані спільними злочинами та належністю до однієї региональної эліти. Одним словом, мафія. Именно битвой двух мафий Днепропетровской и Донецкой братья Капрановы объясняют зарождение военного конфликта на Донбассе. Мол, этим противостоянием умело воспользовалась Россия. Своеобразный, конечно, взгляд на историю, но что-то в этом есть. Каждые три месяца в Днепре выделяют свыше 5 млн грн на содержание кладбищ города. Сюда входит уборка территорий, охрана, освещение и водоснабжение. Ближайший тендер состоится 10 ноября. Немноговато ли, если учесть, что за могилами следят сами родственники умерших, а коммунальщики в лучшем случае только подметают дорожки и вывозят мусор из баков. Всего в Днепре насчитывается 46 кладбищ, которые занимают более 500 гектаров городской земли, но действующих только три – в Диевке, Краснополе и Наигрене. Поэтому мест для захоронения, по заявлению заместителя мэра Михаила Лысенко, хватит года на три, не более. Проблему призван решить крематорий, который в Днепропетровске начали строить еще в конце 70-х годов прошлого века. К зданию даже подвели газ и закупили печи, но потом все это бесследно исчезло. Тем временем заместитель мэра Михаил Лысенко каждый год обещал горожанам построить крематорий. В 2018 году даже тендер провели на проектирование на 1 миллион гривен. Как вы думаете, кто победил? Конечно, институт Днепрокоммунпроект, принадлежащий Виктории Корбан. Кстати, он же делал проект реконструкции постоянно тонущей улицы Короленко. Причем не обошлось без скандала. Его соперник GreenX Eco написал жалобу о дискриминации, поскольку предложил выполнить заказ за меньшую сумму на 10 тысяч гривен дешевле. В 2019-м Михаил Лысенко заявил, что найдена немецкая компания, которая готова реализовать проект за сумму почти в 3 миллиона евро. Мол, она построила уже 450 крематориев по всему миру. Строит надежно и придерживается всех санитарных норм. Причем управлять крематорием немцы собирались сами, удаленные из Германии. Но старые крематории разобрали, а новые на Запорожском шоссе так и не начали строить, в том числе из-за протестов горожан. Такое впечатление, что на пути реализации проекта появляется сама смерть. Мешканцы, когда про это вообще услышали, они начали критиковать это решение Міськради, они собирали подписи, потом петицию, были прес-конференции. То есть, такой тиск на владу изменил решение влади. И после этого мы уже как эко-патруль прочитали в Весті Придніпровье, если я не помиляюсь, в цьому массовом газете, прочитали объяву про то, что крематорий будет на территории Диївцы. Ну, мы разместили такую объяву теж у себя на странице, также написали запит на Міськраду, на что нам Міськрада ответила, что она вообще не понимает, о чем мы, и на какую объяву они в газету не давали, и вообще у них таких планов нет. Но когда мы на начале зимы, наприклад 19-го года, пришли на громадские слушания, которые обговорили генеральный план Міста, то почули, что все же таки крематорий будет на территории Диївцы. В итоге в бюджете 2020 года денег на строительство крематория не заложили. В Днепре даже анекдот ходит. Решил один из мэров в Днепре крематорий построить. Но к нему сразу пришли владельцы похоронных бюро и заявили, что первым клиентом крематория будет сам мэр. И действительно, кому нужны крематории, если похороны приносят частникам и коммунальщикам огромные барыши? То ли дело прах захоронить за 150 гривен, то ли могилку предоставить за 5-10 тысяч. Но даже если люди все-таки желают кремировать умершего родственника, ритуальщикам выгоднее отвезти покойников соседних Харьков за 9 тысяч гривен, чем предоставить эту услугу в Днепре. А как вы считаете, необходим крематорий нашему городу? Пора его уже наконец-то построить или в этом нет необходимости? Пишите об этом в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал, страничку на Фейсбуке, где будет вся актуальная информация о новых выпусках этой и других программ. А также подписывайтесь на наш Телеграм-канал, в котором мы публикуем самые свежие новости о происходящем в городе. Все ссылки мы оставим в описании под видео. В восьмом выпуске «Губернский хроник» мы рассказывали о денежных махинациях в КП «Гидросооружение». Недавно мы получили уникальные материалы. Это видео допросов сотрудников этого коммунального предприятия. Они ни сном, ни духом не знают о том, что их работу должны были выполнять какие-то другие подрядные организации. Рядовые работники КП «Гидросооружение» пояснили, что не знают ни одну подрядную организацию, которая бы вместе с ними ремонтировала или очищала систему ливневой канализации Днепра. Все работы они выполняли самостоятельно. Как долго работаете на предприятии «Гидросооружение»? Приблизительно с 99-го. И что входит в Ваши государственные обязанности? Промывка ливневой канализации. При том, как Вы осуществляли свою деятельность, Вы езжали на объекты. Сотрудники других предприятий осуществляли вместе с Вами деятельность? Предприятие «Тоу Мегамаркетсервис» Вам известно? Нет. В присутствии Вас все работы осуществлялись исключительно сотрудниками КП «Гидросооружение». Что входит безпосредственно до Вашей функциональной обороны? Очистка должности. Промывка ливневой канализации. Педприятие «Тоу Мегамаркетсервис» Вам известно? Нет. Знайомие с китовидной комитетой «Тоу Мегамаркетсервис»? В каком предприятии Вы працюете? Из какого часа? КП «Гидросооружение» 2016 года. А что входит в Ваши функциональные обязанности? Очистка ливневой канализации. По данным следствия, через фирму вывели в тень более 68 миллионов гривен. Из почти 73 миллионов, которые Департамент благоустройства и инфраструктуры Горсовета в 2018 заплатил КП «Гидросооружение» на содержание дождеприемников и ливневой канализации Днепра. Понятно, что рядовые сотрудники невиновны в том, что их труд нагло использовало руководство КП «Гидросооружение». Ставленники Бориса Филатова с помощью товок-прокладок просто-напросто выводили десятки миллионов гривен бюджетных денег в тень. В результате теряем все мы, горожане, регулярно страдая от потопов, которые после ливней случаются как в центре города, так и в большинстве районов Днепра. Это были губернские хроники. По-честному и простыми словами. Продолжение следует...